Приветствую, дорогие друзья! Видео, которое вы сегодня увидите, снималось в прошлом году в городе Белозерске. Когда я в прошлом году хотел это видео выпустить, я его показал народному репортеру Александру Кабанову. Саша Кабанов сказал, Слава, придержи его, еще не время, пока не выпускаю его. Я тогда очень негодовал, потому что, ну, на самом деле, мне на тот момент казалось, что информация очень ценная, очень важная, и вот ее надо обязательно показать. Саша сказал, нет, Слава, пускай у тебя будет, потом придет время, ты узнаешь. Я вот сейчас думаю, что пришло время показать. Речь пойдет о Анастасии Михайловне, Михайловне из города Белозерска. Это удивительная женщина, царство и небесное, ее, к сожалению, сейчас с нами нет. Эта женщина, одна из этого города Белозерска, собрала полтысячи подписей, это несколько процентов населения. Эта женщина проработала в КГБ более 40 лет, в секретном делопроизводстве. Она повествует о том, как она эти подписи, полтысячи подписей, подала в администрацию президента. Администрация президента спустила заместителю председателя, заместителю по Брестской области. Заместитель администрации президента, он спустил на горосполком, который находится в Белозерске. И как вот этот чиновник, председатель горосполкома, или горосполкома, не знаю, Белозерска, этой женщине угрожал. И он не один угрожал. То есть, женщина боролась за свои права, за чистый воздух, за горожан, которые неравнодушны, и заказывали различные экспертизы. То есть, она все, что смогла сделать, как гражданин, она сделала. И здесь, вы понимаете, когда вот вы будете это смотреть видео, вы просто читайте между строк. Вы представляете, одна пожилая женщина собрала столько подписей. Каких трудов ей это стоило? Она делала все, что могла. Березовский район занимает первое место по онкологии. Я прошу вас, внимательно отнеситесь к этому видео. А если правоохранительные органы в этом что-то усмотрят, вы можете найти дочь детей Анастасии Михайловны. И они вам предоставят эти документы. Я считаю, что это вопиющий случай, когда чиновники так себя ведут по отношению к обычным простым гражданам. Итак, смотрите. Здравствуйте. Анастасия Михайловна, вы... А где вы остановились, что я? А вот, вот мы проехали, вы не увидели просто. Анастасия Михайловна, вы меня помните, красил эту церковь? Да, да. Вот. Еще приятно, Сергия. Мы к вам по делу приехали. Ну, слушайте. Значит, нас интересует любая информация, что вы нам можете помочь, что вы знаете, подписи, кому вы обращались и так далее. Мы можем к вам сейчас проехать. Или вы можете сейчас... Я вам расскажу, что вы мне этого... В общем, мы писали на имя президента. Я, в общем, 478 подписей собрала. Ох, почти 500. Но мы писали не только за Свинцовый. Мы писали и за больницу, что у нас стационар закрыли. А вы кто? Это мой товарищ, он активист. А, ну все. Вот. И это вам писали, что ЖКХ забрали у нас. И тут, я говорю, бардак, я говорю, невозможно. О, скосили были, я когда позвонила. Скосили и так траву не убрали. И опять трава выросла на той траве. Я говорю, видишь бы, что творится. Город просто вымирает. Город просто вымирает. И я говорю, вообще... Москва объявила городом экологического бедствия, что здесь надо людей всех выселять и земли рекультивировать. Ага. Что любая хозяйственная деятельность здесь вообще должна быть приключена. Так вот, слушайте, нам, я говорю, это написали, что прислали... Я вот так вот от Света дам, чтобы было видно. Что переслали на облсполком наше письмо. С облсполкома никто не приехал. И, знаете, лишь людьми никто не встретил. В каком году это было? В этом году. В этом году это было все. У меня есть письма, все я копии. Вот, и ответы их есть. Вы заказывали экспертизу по почве, по Белозерску? Ну, мы не заказывали, там хрисовцы заказывали, поэтому мы уже сами не заказывали. Но приезжали с института, вот. И вот этой же... А с какой института вы знаете, да? Ну, с Минского института. Да, с Минского института, в общем, это... Вот. То ту экспертизу, в общем, когда переслали письмо на Брест, то этот помощник президента, этот, м-м-м-м-м, сейчас, в Брестской области... Вот, выскочила с головы фамилия, на М помню. Сказал, что этого... Ответ им дал, что у их неправильного... А Брестская санстанция дала правильный ответ, потому что именно все в порядке. Если там, я говорю, ну, не может быть такого, чтобы... То надо независимую... Подождите, подождите. А Минска дала какой-то ответ? Ну, так у Жуковича этой, вы же были в нее. У нее же там ответ где-то. Или у того мужчины, который с ней вместе. У нее там только ответ, только Брестской... Брестского центра... А что, Минск тоже брал? Да, брали и все. А где можно документы эти найти, что Минск брал почву? Какие-то... Ну, это, наверное, на самом заводе, там, вожжи нам же на ней... А, это завод, наверное, заказывал экспертизу из Минска. Так, вот это интересно. А в каком году, когда это было... проводилось? Это, в общем, в конце прошлого года, или начале этого года, где-то вот так вот, в это время. Ага. Это, наверное, тот документ, который секретен был. А, про который как раз и говорится. Он у вас есть, этот документ? 17 раз. Ага. Короче, Минск показал 17 раз, а на Брестчане приехали, сказали... Сказали, что, в общем, меньше... 7-8, что ли. А Брест сказал, что все хорошо. Предельно допустимой концентрации не обнаружено. Да, не обнаружено, да, написали. Да, ответ дали. Поэтому, я говорю, это вообще... Мы... И потом приезжал этот вот зам... помощник президента, и вызывали меня в Бурый горсовет, вот по этому вопросу. А кто вызывал руководство? Ну, руководство вызывало. Белозерска. Белозерска, райисполкома вызывали меня. Ну, и прежде, чем приехать к этому помощнику президента, то они меня уже говорили, что наш руководитель сказал, что мной КГБ заниматься будет, а председатель райисполкома... Подождите, что, что... Я не ослышался этого... Всегда подробнее, пожалуйста. А мой... А мной... Председатель райисполкома сказал, что следственные органы займутся. А я говорю, знаете что? Я, во-первых, пенсионер. Я 45 лет на производстве работала, во-первых, я в КГБ 40 лет работала. Потому что я работала в кадрах, я секретно делаю производство вела. И вот поэтому, я говорю, КГБ меня вот так продали. Я говорю, я, во-первых, живя в Белозерске больше 60 лет, я ни квартир не строила, ни домов, ничего. Меня покойный муж, говорю, получил квартиру, и я до сих пор в этой квартире живу. Скажите, пожалуйста, еще раз, кто вам такой сказал, что с вами вами займется кто-то... Фамилия его. Председатель райисполкома нашего. Как его фамилия? Не помните. Забыл. Вы не помните фамилию его? Это давно было? Сколько месяцев? Это было где-то в марте месяце. Этого года? Да. В марте, может, в апреле. А второй чиновник, что вам говорил? А второй чиновник, это наш председатель райисполкома. Как его фамилия? Как? Тоже не помните. Это в каком месяце было? Ну, вот это в один день они меня... А, в один день. А чего они хотели добиться вот этими словами? Что я, в общем, возмутила народ. Общественность. Да, общественность, что это все, столько подписей, в общем, же собирала. Ну, я говорю, это если... А потом этот председатель райисполкома видит, что я все-таки, я говорю, я законы знаю. И вы, во-первых, вы должны ответить. Мы ждем вашего ответа на нашу жалобу. Вот. И он берет папку, закрывает и забирается, уходит. Мне здесь делать нечего, сказал. А этот председатель остался со мной в кабинете. Я говорю, ну и что? Я говорю, это такое отношение к людям. Это какой же ответ вы дали? Ничего же вы не дали, нет никакого ответа. Поэтому, я говорю, вообще... Ну, я не знаю, а сейчас... Ведь Лемешевского, говорят же, арестовали. И еще с ними двух человек. Вот. То я уже... Я говорю, мне уже просят, чтобы... Давайте генеральному прокурору напишем письмо, чтобы... Все ж таки... Почему завод до сих пор никаких результатов не дает? Что экологию... Пусть какую-то независимую экспертизу присылают и проверяют, во-первых, с руководством. Во-первых, надо, чтобы кто-то встретился с людьми, поговорить, собрать людей. Например, обязательно говорить с полком, что собери людей на такой-то день, на такое-то время. Мы соберемся, и приезжайте, и говорите с нами. И мы докажем все ж таки, что... Скажите, а сколько километров находится завод от Белозерска? От Березовской грязи в 100 метрах. Но мне говорили, что 500 метров. Ну, 500 метров. 500 метров, получается, сразу Белозерск. Да, всегда. Когда этот завод строили, вы знали, что это будет аккумуляторный завод? Никто мне... Никто мне ничего не знали. Проводились ли какие-нибудь общественные обсуждения? Нигде никто не обсуждал. Писалось ли в газетах? А вы что-то хочете добавить? Уберите запись. А вы что... Запись делаете? А что еще можете сказать по этому заводу? Какие нарушения вы выявили? Ну, какие мы? Мы же, я говорю, люди, мы единственные, что вот почву брали у Хриса, и на Березовской грязи начали болеть люди. Даже терять сознание на работе. А это же прямо через дорогу. Поэтому, я говорю, у нас, как таких, мы же не можем экспертизы какие-то делать. Мы люди, живущие здесь, в Белозерске, и это вот. И люди же ощущают это все. А у вас тут онкологически больных всех в Брест возят? Да. То есть, собственно, такой клиники нету, где хотя бы... Нет. Так вот, у нас закрыли даже стационарное лечение. Мы хотели, чтобы все-таки нам... Как это можно? 13 тысяч населения в городе, плюс близлежащие деревни. Сама Малетина, главврач Березовского района, сказала, что у нас 30 тысяч населения, когда мы собирались все, обслуживает наша Белозерская больница. И вдруг закрывают стационар у нас. Хирургию, гинекологию, роддом закрыли. Ну, роддом уже, господи, уже давно закрыли. Вот. И хирургию закрыли. Детская, детская, сейчас 10 койко-мест только осталось. И вот в Березу надо ездить. А во-первых, попробуй поесть в Березу. Чем поехать? У кого же машина есть? А если машины нет, то чем ехать? Пешком идти? Скажите, вот Березовский район занимает первое лидирующее место по онкологии. Может это связано быть? Это вот именно связано, я считаю, что только с этим вот. Что с этим заводом. И я говорю, главное то, что мы написали письмо, и никто не пришел к людям и не поговорил с людьми. Вот это самое основное у нас. Спасибо, вот это было самое главное. На очередь, все. Было подозрение, что чиновникам абсолютно, ну, не без разницы, что это происходит, но, вероятно, так и оказалось. Во-первых, во-вторых, во-вторых, слушайте, раньше они возили отходы эти свои, спинцовые, где-то под Ивацевичи, там. В Зеленый Бор. В Зеленый Бор, да. Теперь же они, где, на Березовской грязи, вот, где... Показать можете? Ну, я то место не знаю, это надо с людьми... Можете, можете просто поговорить с людьми, мы еще раз приедем обязательно, чтобы просто посмотреть на это место. Хорошо, я переговорю, чтобы, если что-то скажете на какое-то слово, я поговорю с людьми, люди вас сходят с этого. Когда углем топили станцию, вот, там отходы вот эти, там где-то хранятся, вот, на золоотвале, вот, то можете, я говорю, спросите, я говорю, если что, где золоотвал. Скажите, а такой вопрос еще, там у них еще образовалось много жидкости, раздавлено серной кислоты, а куда они могут ее девать? Со старых аккумуляторов, не знаю. Я не знаю, вот этого я не могу.